МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дверь не закрывается. Но если же на дому, то можно оттуда. Покажем, как водитель автобуса на улице Кулахметова смог избежать большой беды. И как курьер на электровелосипеде на улице Космонавтов сбил прохожего. Он хотел куда-то, видимо, сюда свернуть. Свернул, а он пытался обойти. А также элитные напитки не доехали до покупателя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше 800 литров алкоголя с признаками фальсификации, разлитого в тару с этикетками известных брендов, изъяли полицейские в челнах. Все это прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бездыханное тело соседа, лежащее под окнами, обнаружили вечером жители одного из домов на улице Павлова. В Казани все говорило о том, что он упал с общего балкона верхнего этажа. Что он там делал и как туда попал, для всех оставалось загадкой. Во-первых, жил мужчина на первом этаже. Во-вторых, дверь в коридор, который ведет к балкону на девятом, откуда он предположительно и упал, закрывалась на ключ. При этом о погибшем отзывались исключительно положительно. Говорят, он. С девятого? Случившееся стало шоком для тех, кто хорошо знал погибшего мужчину. Все отзываются о нем исключительно положительно. Я за мамой приезжаю здесь, ухаживаю. И я его частенько видела, он аккуратно на велосипеде ездит. Но я его знаю, как вот... Мы с детства жили здесь с сыном, и вот я его знаю. Аккуратно, нормально. Хороший мужик. Постоянно на велосипеде, то на даче, то в гараж. Я не знаю, зачем. Близких друзей, говорят, среди соседей у него не было. Общался со всеми хорошо. С кем-то больше, с кем-то меньше, но в основном был один. Жена умерла лет пять, может, назад. А сын отдельно живет, дочь отдельно живет. Сочет пошел искать дочь, сын трубку не берет. То, что причиной был алкоголь, соседи не верят. Говорят, в свои 72 года мог себе позволить иногда выпить. Но алкоголизмом не страдал, в запой не уходил. В целом был совершенно адекватным и даже не жаловался на здоровье. Не пил, не пил. Вообще пил. Не мог попить. Зачем? Я тоже пил. Как же? А он? Другой вопрос, который волновал соседей, как он оказался на общем балконе девятого этажа. Сам он жил на первом и доступа к нему у мужчины не было. У нас дверь закрывается, понимаете? Вот стучили, я открыл. Ну, милиция. А там подняться можно снаружи, да, получается? Да. Там и на четвертом этаже дверь не закрывается. Ну, если же на дому, можно. Оттуда. Эксперты сняли с двери балкона отпечатки пальцев, чтобы узнать, как мужчина туда попал. Причины падения теперь выясняют следователи. А соседи стали вспоминать контакты его детей, чтобы сообщить о трагедии. Алена Струминска, Анвар Шерифулин, Вызов 112. Ну, а сегодня днем из окна квартиры на шестом этаже одного из домов на улице Зорге выпала 93-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства этой трагедии. 62-летнего мужчину спасли пожарные с горящей квартиры в Альметьевске. Огнеборцев вызвали соседи, которые почувствовали запах гари. Четыре человека эвакуировались на улицу самостоятельно. В однокомнатной квартире на четвертом этаже горел диван. Мужчина лежал рядом на полу без сознания. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Ну а в Казани, в частном секторе улицы Ешлер, при попытке растопить в бане печь, пострадал 19-летний молодой человек. Он хотел разжечь огонь с помощью газовой горелки, но в этот момент баллончик разгерметизировался, юноша получил ожоги и был госпитализирован. На улице Космонавтов курьер службы доставки на электровелосипеде сбил мужчину. Удар был не сильный, как рассказали очевидцы, скорее покасательный. Физических травм прохожий не получил, однако решил привлечь курьера к ответственности. Как рассказали очевидцы, сбитый пешеход предложил курьеру выбор. Либо 50 тысяч рублей на месте в качестве компенсации морального вреда, либо он вызывает автоинспекторов и в дальнейшем, возможно, будет требовать деньги через суд. Сбитый мужчина рассказывает, успокоился он быстро, но сначала сильно возмутился. Курьер на электровелосипеде наехал на него прямо на тротуаре. Перед ним стояла группа лиц. Этот человек, которого сбили, он был, получается, перед ними. Он хотел куда-то, видимо, сюда свернуть, свернул, а он пытался обойти этих людей, вот по боку ехал, и они как-то вот так вот вдвоем-пам, и он его задел. Прощать курьера пешеход не собирался. Решил, что за наезд он должен так или иначе ответить. И даже предложил выбор. 50 тысяч хотел. Он сказал, не вызывай 50 тысяч. Мы хотели, конечно, найти безумно сильно, но, к сожалению, таких денег нет. Как рассказал сам сбитый мужчина, он вскоре передумал, но было уже поздно. Автоинспекторы уже были на месте. Вызвал тут с горяча. Надо формиться. И у них же вызов. Вы же видите, какие-то. Все нормально. От каких-либо претензий к курьеру пешеход отказался. И после объяснения автоинспекторам о том, что случилось, участники происшествия разошлись. Диляра Исупова, Анвар Шерифулин. Вызов 112. Избежать большой беды смог сегодня водитель автобуса на улице Кулахметова. Он вовремя среагировал, когда на дорогу, практически ему под колеса, в неположенном месте выбежала маленькая девочка. Водитель вывернул руль и направил транспорт в столб с дорожным знаком. Девочка в момент происшествия остановилась, и автобус смог объехать ребенка. В результате обошлось без пострадавших. Ребенок убежал, а водитель автобуса остался на месте оформлять дорожно-транспортное происшествие. Лада 14-й модели привлекла внимание автоинспекторов на улице Васильченко. Автомобиль стоял на обочине дороги, а водители и его пассажирка выходили из леса. Сотрудники дорожно-патрульной службы заподозрили, что мужчина может находиться в состоянии опьянения. И предложили ему пройти экспресс-тест наличия алкоголя в организме. Я не пью уже. Я же не знаю, согласны ли вы не согласны. Для чего согласны? Чтобы пройти освидетельствование приборов алкотестера. А, принимать, чтобы я принимаю, не принимаю? Да, узнать, чтобы пили вы, не пили, вот это узнать. Да. Согласны? Да. Алкотестер паров спирта в выдыхаемом воздухе не определил, и мужчине предложили проехать в больницу на медицинское освидетельствование. Способное выявить запрещенные вещества в организме, от этой процедуры водитель отказываться также не стал. И рассказал, что в лес ходил не за закладкой с наркотиками. Просто стояли на дороге. А что вы там делали на дороге? Ну, в общем, она пописывала, поэтому... Вероятно, так оно и было. В больнице исследование показало, что запрещенных веществ мужчина также не употреблял. Без малого 900 литров элитного алкоголя, без акцизных марок, обнаружили стражи порядка в кузове грузовика в набережных Челнах. Информация о нелегальной партии спиртного, которая направляется в автоград, у оперативников была, и этот грузовик остановили не случайно. Канал, по которому доставляли контрафактный алкоголь, ликвидировали. А к водителю грузовика сейчас у полицейских много вопросов. Этот грузовик автоинспекторы остановили на первой автодороге в Челнах. Водителя задержали. Мужчина уверял, что не знает, что везет. Но знали это стражи порядка. В кузове алкоголь. Так, у меня дверь, вот именно что-то. Всего оперативники экономической безопасности изъяли больше 860 литров спиртного. Ни у одной бутылки не было акцизных марок. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Набережной Челны совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики Тарстан и госавтоинспекции УМВД России по городу Набережной Челны изъяли партию алкогольной продукции с признаками фальсификации. Вместо происшествия изъят алкогольные продукции водка, коньяк, различных наименований безакцизных марок. В настоящее время планируется экспертиза. Также продолжается работа по установлению всех лиц, причастных к данной незаконной деятельности. После получения результатов исследования будет ясно, заводская это продукция или подделка под известные бренды. И после этого уже будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранья Абдрахманова, Вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.